Суббота 6 апреля. То, что я вчера наговорил, не стоит рассматривать очень серьезно. Почему? Единственное мнение, у него не был учтен один момент. Все интересно, все вполне разумно, но я не учел то, чтобы привлечь в государство, которое я тут возомнил, будто бы я смогу в течение 30 лет летней работы построить, чтобы привлечь в это государство таких же людей, как я. Именно таких людей я предполагал, что именно если эти люди будут состоять в данных государствах, то есть из людей, которые будут посвящать свой уровень самообразованию, саморазвитию, философии, еще там чему-то, физике, химии, математике, не важно чему, науке, скажем так одним словом, науке. Да. Чтобы привлечь таких людей, недостаточно просто взять и сказать им, ребята, я создал государство, вступайте ко мне. Мне недавно была небольшая работа, может быть, несколько недель назад, может быть, меньше даже, может быть, несколько дней, может быть, полторы недели. Да. Я написал короткую работу, в которой описывал движения и пытался представить, как возникают различные движения, там, религиозные движения, государства и так далее. Да. И вот в этой работе я подробно описал, что для того, чтобы создать движение, которое отвечало бы тем требованиям, которое я бы, отвечало бы моим требованиям, представлении, разумности и так далее, то есть, с другими словами, для того, чтобы создать движение, в которое я бы вступил, его создать необходимо только мне самому. То есть, любое другое движение, которое создаётся кем-то ещё, оно автоматически уже не может меня привлекать. Следовательно, для того, чтобы привлечь в своё государство других людей, это государство других людей, таких, как я, да, то есть, людей, которые занимаются самым, ну, которые думают так же, как я, мыслят так же, как я, для того, чтобы привлечь их в своё государство, мне нужно будет сделать так, чтобы они думали, что это ей государство, что они его сами создали и сами его создают. Так как сделать это невозможно, то есть, фактически, что я хочу, я хочу, я хочу, я хочу свою точку зрения разделить на других таких же людей, как я. Если я хочу её разделить на таких же людей, то, фактически, я не могу её разделить, потому что для этого мне придётся им передавать, то есть, искать вещь себе, да, то есть, грубо говоря, я вижу эту вещь себе, ну, в данном случае, идея интернет-государства, правового интернет-государства. Я передаю её кому-то ещё, а она уже перестаёт быть вещью себе и переходит в разряд явлений. И получается то, что ничего не получается, то, что другой воспринимает не то, что я хочу. Даже если воспринимает то, что я хочу, то он всё равно не согласится с этим. Я хочу что-то своё. То есть, если бы ко мне сейчас кто-то пришёл со стороны и сказал, давай, делать правовое государство, у меня есть план, я его разработал. Ну, вот он, прекрасный план, я 30 лет трудил за 30 лет, потратил, прочитал все, всё то же самое, что читал ты, прочитал Канта, прочитал Шопенгава, Регеля, Пикса, Петербаркера, Толстого, Достоевского, там, Костанеда, Аристотеля, Платона, Монте-Скефурье и так далее. Если он придёт ко мне и скажет всё это, и скажет, что он 30 лет работал, я скажу, всё равно нет. Почему? Потому что я не могу знать, он не я. Соответственно, что у него в голове, ну, конечно, я могу там пообщаться, с ним поверить, но всё равно это будет не то. Другими словами, чтобы меня привлечь, ну, ну, чтобы ей созрело здесь. Соответственно, чтобы привлечь в своё государство таких людей, которых я хочу там видеть, ну, чтобы идея ним созрело у них здесь. Соответственно, надо создать право государства в интернете, состоящее из таких людей, как я, невозможно. Да, поэтому вся идея теряет смысл. Теряет смысл перейти в разы от реальности и теряет смысл, как бы, само вот это стремление постоянно стремиться к тому, чтобы реализовать эту идею в настоящее время. Да и вообще в будущем тоже. То есть фактически надо, нет, ну, это не говорит о том, что я вчера болтал бреда, что, увлекшись, увлекшись, увлекшись очень сильно, вещью в себе, кантовской вещью в себе, немножко разбудил своё изображение. И то, что оно мне представило, приняло, не за то, что есть, а за то, что не есть. Другими словами, идея правового государства, идея правового государства в интернете откладывается на безвременный срок. Сейчас я послушал то, что я вчера говорил, сравнился с тем, что я сейчас думаю, понял, что вчерашние мои мысли были слегка преувеличены. В целом, они интересны правового государства. Можно работать, можно, допустим, при изучении, при получении информации, да, из различных источников, там, чтения книг, интернета, ещё откуда-то. Можно подчеркивать отдельные моменты, которые будут касаться вот данной темы, да. То есть правового интернета государства, если вероятно, какой-то определённый пакт, не знаю, записывать в тетрадке. И потом в дальнейшем, может быть, можно будет из этого составить что-то, что-то. Ну, опять же, то, что из этого будет составлено, это не будет то, что необходимо. То есть фактически та идея, которая вчера вот у меня возникла в голове, да, то есть не просто интернет государства, в котором каждый второй, третий, пятый, десятый доход тысячный может найти для себя что-то, что он ищет, да. То есть справедливость, там, не знаю, разумность, какие-то благие цели и так далее. Хакерный призрак, помешательство, это когда начинаешь обрываться на полусловие и забываешь о том, о чём говорил до этого. Вот примерно я сейчас в таком отношении мешажусь. Вчерашние вот эти вот мои заявления, то, что я оказался в положении супер-берга, который ухватил супер-идею, развил, это всё полная чушь. Да, надо сказать, то, что хорошо, что есть видеокамер, и хорошо, что можно посмотреть свои, так сказать, предыдущие, предыдущие речи, да. И сравнительное основание всего существующего опыта, к чему эти речи ведут. А речи ведут к тому, что надо поменьше увлекаться и побольше, поменьше увлекаться фантазией и побольше сконцентрироваться на действительности. Действительность показывает то, что развитие подобных идей в течение 30 лет и посвящение этому всей своей жизни, это слишком преждевременное заявление. Поэтому вчерашняя запись разговора, которую я зафиксировал на камеру и выложил в свою папку, выложил, зафиксировал. Зачем столько лишних слов? Короче, вчера, то, что я говорил вчера, это всё надо рассматривать как слегка улёгшегося ребёнка. То есть все слова, всё, что я там болтал, всё это просто было слишком преждевременное. Я сразу поймал идея, мне не хотелось всё сильно обдумывать, я подумал, а, да, это 100% оно. Я сразу её зафиксировал. Если бы я подвернул размышлению, я не стал бы сразу говорить вчера то, что мне пришло в голову, а, допустим, как вот сегодня я это всё передумал ещё несколько раз с разным сторон, я бы пришёл к выводу, что всё это на самом деле не так уж и оригинально и заключает себе много противоречий. И поэтому говорить о том, что создаём супергосударство, что через 300-500 лет какой-то прокладываем новую суперидею, говорить о том, что вот теперь я буду к этому стремиться, это ребячество, это ребячество, да. Похоже на то, что было действительно в 2008 году, когда я уловил какие-то микс кристаллы и захотел сразу изменить мир вокруг, захотел создать всё её, да, почему никто меня не понимает. Давайте бросим работу все вместе и займёмся, не знаю, чтением в Нью-Йорк-сенре. Что я сказал вчера, то, что я буду два года работать над этой идеей, разрабатываю её один, никому не буду об этом говорить, это тоже всё признаки явные того, что что-то захватывает воображение и нужно это что-то. после ясного определения того, что это такое, нужно это что-то из разряда идеи фикс переводить просто в обычное какое-то, не знаю, какое-то изучение английского, да, можно этому давать час и заниматься, но идея развития правовых данных государств я даже не хочу час посвящать в идее, не хочу об этом очень сильно думать, несмотря на то, что тебе всё-таки интересно. Я, в общем, в дневнике я там всё это описал подробно, да, если будет нужно, надо просто взять дневник и просчитать, что я там писал и понять, что сейчас по десять раз это одно и то, что говорит. Вот, сегодняшний день, да, скажем, сегодняшний день прошёл как выходной, то есть из всех своих занятий я занимался только кунг-фу, с утра потом пошёл в баню, в обед, в днём поспал, наверное, около трёх часов, вечером сходил в баню, попарился, до девяти вернулся и здесь прочитал свою работу, как я писал дипломную работу, название как бы, название работы, как я писал дипломную работу, да, это моя прошлогодняя работа о правовом государстве как раз, то есть то, что я сейчас здесь зафиксировал и то, что я здесь записал дневники относительно вчерашних идей, это ещё было сопоставлено с моими прошлогодними мыслями, я понял, что я куда-то не туда веду, надо тормозить и поэтому сразу, сразу себя осёк, осёк, вот так, да, прочитал свою работу. Вечер, вечером занимался тем, что вот просматривал последние дни записи на камеру, а также просматривал... Да, так, что больше ничего не просматривал только последние дни, и свою работу, да, и вот эту новую программу, в которой вселенная крутится, интересно, что я там и говорю, вот в той работе, которая, ну, которая недавно была написана, где я разбираю движение, да, там есть у меня такие слова, что вот, хорошо было бы, так как я не могу не принимать участие в общественной жизни, да, я так или иначе должен на неё влиять, то, там, я должен, ну, как бы, я вижу там, идеал не вступать ни в какие там, ни в какие движения, самостоятельно развиваться, там, самообразование и т.д. и т.п., там есть момент, что, так как у меня нет возможности выйти за пределы окружения, как бы, выйти из общественных отношений, там, где-нибудь на летающем корабле, на космическом корабле остановиться, там, и наблюдать за вращением вселенной, я должен что-то делать, и сейчас такая вот эта программа, в которой можно наблюдать реально, то есть сидя за компьютером, просто наблюдать за вращением вселенной, и потом по-моему, как бы, как только об этом, я думаю, было бы ништяк, быть там, космическом корабле и наблюдать, как вращается вселенной, теперь не нужен корабль, просто можно включить программу и наблюдать, как она вращается, то есть наблюдать, не... Действительно ее вращение, ведь можно уже сказать, что она вращается там, то есть в программе, а это то же самое, что маленький снимок, да, то есть все построено, графическая модель, все, там можно делать реальную величину объектов, но для того, чтобы, как бы, реальная величина, там совершенно не видно ни планет, ничего, если сделать, там, как бы, графическое, схематичное, схематичное расстояние, то можно увидеть, как они вращаются, это же как будто бы реально времени смотришь, Вселенная, удивительная программа, да, я слегка занимаюсь, пытаюсь заниматься медитацией, вечером, да, иногда, ну как пытаюсь заниматься медитацией, я пытаюсь сесть позу лотоса, вот в периодически таких посиделках я концентрирую свое внимание, там, слушаю музыку, думаю, там, пытаюсь выйти, представить себя сидящим, там, слушаю, там, смотрю, там, смотрю, вот, чем на огонь свечи потом пытаюсь представить себя смотрящим на себя смотрящего потом себя смотрящим на себя смотрящего который смотрит опять на себя короче риферсию провожу 2 3 4 порядка и вот наблюдаю за огнем то есть огонь свечи сконцентрировать на пламени а вот вселенная если включить ее то есть вместо этого пламени поставить ноутбука включить модель вращающейся болтать да еще один момент надо его определить лучше слушал свои записи предыдущие и понял что стараться свою речь провести более четко то есть говорить отчетливо стараться выговаривать более 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 правильно более более отчетливо четко отчетливо то же самое в общем есть на проблему то что мне не хочется как бы создавать там за стенкой мать и отчим поэтому если я буду очень громко говорить то я бы не хотел чтобы они слушали то что я изговорю с этим я стараюсь говорить не так уж громко а потише решить эту проблему как я пока не знаю говорить тихо и отчетливо у меня получается но только так как я сейчас чтобы очень четко говорить нужно говорить громко громко говорить я не могу потому что это создает определенные удобства но все равно надо об этом думать надо думать над тем чтобы говорить более понятно потому что в некоторых случаях я сам я сам не понимаю все же возможно же эти записи будет смотреть кто-то еще допустим через 30 лет через 30 лет я кстати могу и не понятно что я сам говорил если я буду чужих через 30 лет 57 лет плюс 30 на дворе 2043 год через два года будет столетняя годопщина каждый день завершение великоотечественной войны интересно как будто 100 летнюю победу праздновать верно супер парад как он не будет может тут уже забудут да вполне возможно не совсем забудут но не будут ему придавать такое значение какое придает топору сейчас Ладно, хватит, как я уже говорил, уже я буду развязывать.